Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю играть в FTL, и я не играл достаточно долго, так что я не совсем помню, что у меня здесь происходит. Я помню, что у меня корабль ланиусов, и у меня нифига нет кислорода, но это так и должно быть. Кроме этого, у меня половина топлива, чейнлазер, хэви лазер, бомба, которую можно было бы активировать, если бы у меня была энергия, окей. И ракетница, которую нельзя было бы активировать, даже если бы у меня была энергия. Ага, и батарейка, чтобы активировать эту бомбу. Ну окей, разберёмся. Пульсар, не хотят. Астероидное поле, пофиг, наверное, можно слетать. Лучше, чем пульсар. Итак, ага, автоматический корабль с хакингом и огромной кучей всякого оружия, мне это не нравится. Ну, майн-контроль мне не понадобится. Что ещё мне не понадобится? Хакинг, можно активировать и хакнуть им щиты, наверное. Куда он мне прилетит? На кислород, пофиг. Дальше батарейка. Бомба. И посмотрим, что из этого выйдет. Отец, мне попали в пилотирование, это хреново, потому что у меня у ворот вырубился. И двери, но двери пофиг. Бомба почти заряжена. Так что, наверное... Её... В щиты... Нет. Нет. Хакнуть щиты. Хватит ли этого, чтобы их полностью хакнуть? Да. Тогда бомба в оружии, потому что мне не нужно их оружие. Огонь по пилотированию и огонь по щитам из чейн-вазера. Ну, как-то это работает. Кислород у меня совсем сломался, так что надо его починить. И так же клонилка совсем сломалась. Но я не могу его починить, потому что... Проблемы. Но, скорее всего, я сейчас просто умру. Это достаточно вероятная... Вещь. Тогда полностью огонь по их щитам. Часть оружия я им вырубил хотя бы. Это уже хорошо. Вот эти щиты вырублены. Тогда по оружию. И бомбу выключить вообще. Пока я им вырубил астероидом пушку. Но ракетница у них осталась. Ракетница это самое страшное. Ну, окей. Корабль уничтожен. У меня... 5 хитпоинтов. Нехорошо. Но хотя бы у меня все живо. Весь типаж жив и почти все работает. Почти все. Надо все-таки починить то, что не работает. И магазин рядом, так что я смогу починиться до упора. Окей. Это неплохо. Дверь тоже стоит починить. И, естественно, сенсоры тоже стоит починить. В принципе, я могу просто в магазин прыгнуть. И там уже дочиниться. Потому что какая разница. Зачем мне торчать в астероидном поле? Это все бесполезно. Пайк бим. Это бим, который... Очень длинный. Но он очень слабый. Единичка урона всего. Хул мисла. 4 единицы урона по комнатам, в которых нет подсистем. В этом поле не может быть хороший. Но... Сейчас ты уже слабовато. В первых секторах она рулит. Потому что у всех мало хитпоинтов. То есть с одного-двух попаданий этой мисловой можно убить корабль. Ну, окей. Экипаж мне этот не поможет. Потому что у меня... Ланюсы. И кислорода нет. Так что я закуплю топливо. Я починюсь до упора. И на оставшиеся деньги я что-нибудь прокачаю. Только я не уверен, что... Я могу прокачать, чтобы активировать еще одну ракетницу. 3 урона. Что у нее с шансами? Низкий шанс всего. Стоп. Нет. Я могу прокачать энергию, чтобы активировать все сразу. То есть мне нужно еще 2 единицы энергии. В любом случае. И на остаток можно взять еще... Еще что-нибудь. Можно прокачать батарею, чтобы она 4 энергии давала. Но это... Не самый лучший вариант. И это стоит столько же, как еще 2 энергии навсегда себе получить. На данный момент. Так что лучше получить 2 единицы энергии навсегда. Но я не знаю, что мне еще прокачать. Движки. Но если я прокачаю движки, у меня не будет энергии, чтобы их активировать. Но хотя я могу батарейки активировать, естественно. Так что стоит, наверное, прокачать движки. И дочинить все остальное. То есть теперь я могу активировать все, кроме клонилки. И у меня еще 2 единицы энергии, чтобы движки до упора. И клонилку включить, если что. Не то, чтобы мне нужно клонилку включать. Но я просто на следующем левоапе еще 2 единицы себе прокачаю, чтобы 2 единицы движков батарейкой включать. Окей. Астероидное поле. Солнце нет, не хотят. И астероидное поле. Я, пожалуй, полечу вот сюда, потому что там никакого такого трэша нет. Я отправлю свой экипаж. Скорее всего, у меня кто-нибудь умрет. Да, ненависть. Но зато куча всего. Но зато у меня теперь 2 человека всего. Это не очень хорошо. Скорее всего, я сейчас очень быстро проиграю после такой фигни. Ага, я могу отключить их хакинг, потому что они пытаются мне хакнуть движки, чтобы у меня минус 1 уровень, по-моему, движковый был. И я могу свой хакинг использовать, чтобы он у меня вырубился вместо этого, как бы. Но я этого не буду делать. О, нет, не один. Тогда печаль. Потому что я думал, что у меня один уровень с ними, да? Он у меня снял 4, по сути. Это нехорошо. Но зато у меня на все хватает энергии теперь. Итак. У них там есть мантис, это хорошее. А, да, у них щиты. Ну, тогда огонь по... Огонь из всего, чтобы сломать им суперщит. Потому что через суперщит я не могу хакать и майндконтролить. Он мне хакнул медотсек. Ну, кого-нибудь так, что пофиг вообще. Окей, это надо починить. И надо хакнуть им щиты, наверное. Хотя, 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 хотя. Бомбу в оружие. Промах. Ладно. Хакнуть действительно щиты. Перестать стрелять из всего. Чини быстрее эту фигню. Вот, спасибо. Мне нужен их мантис. Хотя я зря это сделал, потому что он теперь не может оттуда выбраться. Но зато он будет помогать мне сносить им щиты. Хакнуть все. Я думаю, в пилотирование бомбу. Которая попадет. Да, отлично. Теперь у них 0% у ворот. И я говорю, не всех орудий туда. Потому что щиты хакингом сломать не получилось. Зато теперь мантис этот вылез оттуда. Но он сейчас отвалится. Да, все. Огонь полу оружия. Он, в принципе, может меня пробить, когда он правильно таймит пушку и лазер свой. Бим. Но он это не делает. Окей, у них все умерли. Нет, у них мантис еще жив. Но он сейчас тоже умрет. Я надеюсь. Пантис. А, у них кого-нибудь. Тогда пофиг. Я надеялся убить весь экипаж, но у них кого-нибудь. Окей. 41 скрапа. Еще на единичку движки. И... Хотя стоп. На щиты мне не хватит. Мне нужно 100 на щиты. Тогда я покоплю на щиты, потому что третья полоска щитов это полезно. Наверное, да. Туда. Я могу продать ракеты? Но я не могу продать ракеты, потому что у меня нет столько ракет, чтобы их продать. Ага, тут корабли. Будем разбираться. Ага, это... Пираты просто. И у них нет телепорта. Нет, у них есть телепорт. Человек и Рок. Черт, у меня двери сломаны. Какого хрена? Починить двери. И также у меня есть сворот. Потому что это сраный хакинг, который закрывает все двери. Так что у меня есть сворода больше 20. Но у меня, по-моему, уже и так было больше 20. А тогда... Хм. Так, наверное, попробовать. И хакинг им туда. Майнд контролем сюда. Но почему он... Почему он ушел при этом? Мне нужно, чтобы он сражался. А, у меня кислород сломали. А, ну... Человек мертв. И мне еще и пушки сломали. И я им еще и хакнула не то. Я труп. Клонюка. Надо было ее раньше активировать. Я не уверен, что она так сработала. Почему она не сработала, когда у меня умер один из моих членов экипажа на... Ивенте? Почему это его не спасло? Так, клонюка сработала. То есть у меня сейчас будет обратно этот человек. Это мне не поможет, правда, потому что у меня все еще нет кислорода нигде. Так что он просто умрет спокойно. Сразу же. Ну, там еще есть какой-то кислород. Но я не могу их пробить. Это большая проблема. Майн-контроль меня тоже сломан. Да, блин, они обратно телепортнулись. Нет, эти двери нужны открытыми. Эти двери нужны закрытыми. Вот так, наверное. У меня все, все ломано. Так что я, наверное, просто труп. Ура, я могу свалить. Это было сложно и сурово. И здесь еще один враждебный корабль. У него тоже три щита, и я тоже его не могу пробить, потому что у меня все оружие сломано. И у него два бим-дрона, которые, как только мои щиты упадут, меня просто вынесут вообще без проблем. Я могу, конечно, из чайного лазера стрелять, но это не поможет. Бомба туда же. И хэви лазер туда же. Но опять же, это не поможет. Пожар в дверях это нехорошо. К счастью, там нигде нет кислорода, так что он просто быстро кончится. И я из всего еще и промахиваюсь. Сколько у него шансов ворота вообще? Ну окей, я повредил вам щиты. Теперь по оружию полный огонь. Окей, оружие я им тоже сломал. А дроны меня убить не могут. У меня сейчас пилот умрет от отсутствия кислорода. Но в целом все достаточно хорошо. Только я промахиваюсь по ним постоянно. Это нехорошо. Окей, щиты вырублены. Ну, я победил. Ну, у меня все полумертвые, у меня все подсистемы сломаны. Но подсистему можно починить. Это, правда, кучу времени займет, потому что у меня один сраный Ваниус, который еще и не до упора прокачан в ремонте. Ну, он хоть как-то прокачан в ремонте. Окей, ионный шторм. Не хочу туда лететь. Там был магазин, конечно, вроде бы. Или там был магазин. Не знаю. Ну, в общем, я до него не долечу назад. Но зато я могу поднять себе щиты. И я не могу поднять себе энергию. Но я могу выключить майн-контроль и хакинг и включить щиты. Или даже что-то одно. Или даже движки. Посмотрим. Окей. Открыть все ненужные двери. Хреново быть с одним, по сути, членом экипажа, кроме пилота, который не может выбраться из кабины. Очень хреново. В принципе, сначала пусть он починит эту хрень, потом я его просто на движке отправлю и джампну. И пусть он их, по ходу дела, уже чинит. Наверное, мне и не надо было пытаться выполнить этот квест на всю эту фигню. То есть нужно было просто закрыть все отсеки, нанять себе кучу экипажа и таким образом проходить. Потому что с тремя очень плохо, а с двумя вообще невозможно играть. Окей. Я хочу прыгнуть туда, и я успею через низ до выхода дойти. Не то чтобы это мне поможет. Ну, окей. Я теперь могу немножко энергии себе добавить. Корпус мне все равно не нужен. Меня все равно убьют, независимо от моего корпуса. У меня другие проблемы. Ну, я дам им топливо. И они мне дадут еще один хэви-вазером К1. Я даже не знаю. Вместо бомбы его можно, конечно, поставить. Но я его поставлю вместо вот этой вот хрени. И, возможно, я его буду активировать, если я накоплю себе скраб еще на единичку оружейной системы. Ага, это пират, который пытается что-то продавать. У меня, опять же, нет денег, так что я просто нападу на него и умру. Видимо, да, учитывая, сколько у него всякого оружия и как он вообще выглядит. Ну, этот мантис будет моим. Также я включу себе все. И хакну ему щиты. Как они удачно все собрались в одной комнате. А, нет, все, уже нет. Печаль. Ну, тогда... Хакнуть щиты, бомбов щиты, чтобы уж точно. И огонь по его пушкам. И он включил невидимость. Но я, правда, все равно попал. Я знаю, куда моя следующая бомба пойдет. Окей. К сожалению, за мейн-контроллился Энджи. Моя следующая бомба пойдет ему в невидимость. И также все... Все по счетам. Я там как раз пожар устроил. Бомба промахнулась, правда, на хрен с ней. А, у меня кончились ракеты. Это нехорошо. Ну, тогда я могу включить хобби лазера еще один. Это вообще хорошо. Я подожду, пока все зарядится. Возможно, я зря это делаю. Нифига себе, у него ионка. Как он из нее стреляет одним залпом по трем разным системам? Почему я не могу его... А, я не могу его хакнуть, потому что у него уничтожена система, на которой мой дрон висит. Черт, он мне ионка еще и пушки снес. Окей. Невидимость тебе больше не нужна, парень. А мне нужен вот этот вот мантис. Мантис, это хорошо. Туда, туда и туда. Да, я убил их всех. Или нет? Или я не убил их всех? Почему они сдаются, когда я убил их всех? Да. И минус уронилась. И колоня ука сломана. Окей. Нехорошо. Последняя это их ракета. Надо было соглашаться на то, что они сдаются. Тогда бы эта ракета прошла мимо меня, потому что я бы считался уже своим. А так у меня остался один только пилот. И это совсем нехорошо. То есть, если меня что-то задамажит, то я не смогу это что-то починить, потому что мне нужно пилотирование. Хотя я могу, конечно, сделать вот так. И теперь мне нафиг не нужен пилот как пилот, потому что у меня автоматом эвейт есть. Меньше, но есть. 80% от того, что давал бы пилот. Не от того, что конкретно этот пилот давал бы, потому что если я этого пилота туда загоню, там будет сильно больше, потому что он прокачанный пилот. Почти до упора прокачанный пилот. Ну, хоть какой-то эвейт будет без пилота. Но я не думаю, что я далеко зайду с такой вот фигней. Мне абсолютно не нравится клонилка. Она, конечно, позволяет пережить что-то. То есть, воскресить персонажей, но при этом она не позволяет их лечить так, что они постоянно полудохвы, а потом какой-нибудь рандомный лазер попадает в эту клонилку, и после этого все персонажи умирают, пока она уничтожена. У меня оттек намного полезнее. 12% у ворот. И если я полностью движки включу, то будет 16%, а с пилотом он будет 20%. То есть, да, нет, 27%, потому что пилот прокачанный. То есть, 20% было бы просто с пилотом, который нулевой. У, Rebel Stronghold. Я мог бы там открыть корабль Крейсер Федерации, который у меня уже есть. Но я не смогу этого сделать. Таким образом. На таком корабле. Не с четырьмя хитпоинтами и с такими вооружениями с одним членом экипажа. Я не могу вам дать ракеты, потому что у меня нет своих ракет вообще. В принципе, я вот так вот обратно включу, потому что одна ракета у меня есть. Но у меня нет энергии. Упс. Туманность. Там не видно кораблей. Хотя я не знаю, куда я вообще лечу, потому что магазин, он мне не то чтобы нужен, потому что у меня нет денег, чтобы что-то в нем купить. Хотя я могу продать ракетницу свою. И починиться немного. Окей. Привет, Смерть. Майн-контроль мне не понадобится, так что я просто на единичку движки выключу и включу хатинг. Потому что единичка энергии всего нужна. У него нет щитов. Это меня радует. Тебе не нужно оружие, парень. Окей. Попадание. Это самое бесполезное, что у него было, конечно. Но тем не менее. Окей. Вот так вот поинтереснее. Бума промахнулась. И у меня кончились ракеты, так что... Ну, он не может меня сейчас пробить. Один хэви лазер туда, один хэви лазер туда и чейн лазер туда. Наверное, так. Ну, окей. Это победа. Не получаю урона. Внезапно. И куча скраба. Так что магазин уже выглядит более интересной идеей. Возможно, я там даже кого-то нанять смогу. Я не знаю, где они. Так что я вот так вот сделаю. Буду надеяться, что они не там. Они там. Окей. Привет, магазин. Тут хотя бы сенсоры будут работать. Я буду видеть, где они и сколько их... Этих двоих. Нет, не двоих. И насколько можно подчиниться. И... Продать нафиг вот этого дрона. Продать нафиг эту ракетницу. И... Человека мне все еще не хватает. Так что... Снова насколько можно подчиниться. И единичку топлива. Удачи вам. Удачи вам. Так, мантис пусть будет на оружие. Что они там, кстати, еще продают? Дронов всяких, которые мне нафиг не нужны. Окей. Ну, я еще жив. Это довольно внезапно. Возможно, это ненадолго. На, майн-контроль. Хатинг на щиты. Я могу обратно его за майн-контроль? Интересно, если я включу свой майн-контроль. Надо проверить. Да, могу. Вол. Окей. Хатинг. Огонь по оружию. Огонь по щитам. Огонь по... Щит. Нет. По оружию. Сойдет. Черт, у меня майн-контроль сломался. Ну, ладно. Сюда и сюда. И все мимо. Окей. И снова почти все мимо, но я им хотя бы оружие вырубил. Окей. На удивление, почти не получаю урона. Я там получил один за майн-контроль, вроде бы. И в двери, возможно. Не знаю. В общем, пару единиц урона всего получил. Никто не умер. И все хорошо. Удивительно. Окей. Двери нужно починить, естественно. И все на места. И прыжок. К выходу, потому что больше некуда. Ага, заправочная платформа. О, она может взорваться. У меня нужно топливо. Черт. Оно еще и мое топливо потратило. Окей. Я не могу прыгнуть в следующий сектор, потому что у меня нет топлива. Ну, ладно. Допустим. Нужно для начала починиться. Чинитесь быстрее. Ну, хотя мантис, конечно, чинит. Хреново. И человек у меня не особенно прокачан в починке тоже. Так что он тоже чинит хреново. Нужны энджи. Определенно нужны энджи. Я могу включить дистресс бекон. Это он увеличит шансы того, что меня найдут. Но он увеличит шансы того, что меня найдут. И дальше мне остается только ждать. Пока меня кто-нибудь найдет. Ничего не происходит. Следующий ход. Ага, я могу заплатить 15 скраб за 5 топлива. Да. И я сваливаю в следующий сектор. Это оба сектора, в которых ланиусы бывают. Но, блин. Мне уже не очень нужны ланиусы. Ну, я пропустил, естественно, ивент на крейсер федерации. Ну, окей. Какой-то бим. Чарджионка и одиночный лазер. Терпимо. Я думаю, мне пригодится вот этот вот ланиус. Или вот этот вот ланиус. Нет, лучше вот этот вот. А туда я закину хотинг дрона. Окей, оружие почти заряжено. У него 3 единицы щитов, конечно. Ну, теперь у него 2 единицы щитов. Хотя, блин, я ненавижу невидимость. Она слишком читерская. О, я им сломал все-таки кислород. Отлично. Хатинг. Теперь у них одна единица щитов. Совсем хорошо. И нет кислорода. Ну, хотя уже есть кислород, судя по вот этому вот. Я думаю, мне нужен кто-то из этих двоих. Ланиус, к сожалению, на пофиг. А то они там щиты чинят. Я думаю, им не нужен... Фотинг. И оружие им тоже не очень нужно. 66 скрапа. Магазин бы. Магазин был бы хорошим вариантом. Но это не магазин, это пиратский корабль. Или ревелский корабль, точнее. Ммм, пока что не буду никого мейн-контролить. Мне нужно сначала оружие. Также хатинг на щиты. Я ненавижу ракеты. Я ненавижу все. А, окей. Мне нет оружия вообще. К чему бы это? Наверное, к смерти. Я все еще ненавижу ракеты. И бомбы. Но бомбы он, к счастью, кидает туда, где они ничего не делают абсолютно. Потому что это бридж-бомбы, по-моему, которые наносят дамаг экипажу и подсистемам. И пробоины хорошо вызывают. Но, блин. Там нет экипажа подсистем, куда он их запускает. Я труп. Просто. Без шансов. Так что я просто свалю вместо этого. Я не могу убить этот корабль, потому что он мне все сломал, что у меня есть. Ага. Какие-то обломки, которые можно собрать. Окей. 70 скрапа. Неплохо. Есть ли у меня где-то пробоины и прочая ересь? Я надеюсь, что нет. Надо, наверное, причинить сенсоры в первую очередь. Потому что тогда я буду знать, есть ли у меня где-то пробоины и прочая ересь. Нет. Нет у них где пробоины и прочая ересь. Тогда остается только все чинить. И также апгрейдить энергию, апгрейдить движки и апгрейдить... Ээээ... Нет. Вдруг магазин рядом. Потому что движки и энергия мне сейчас не очень помогут. А какая-нибудь более крутая пушка или какой-нибудь еще один член экипажа очень помогут. Человек теперь чинит нормально. Мантис все еще чинит очень хреново. Оружие, наверное, стоит починить до упора. Но, в принципе, все стоит починить до упора. Но оружие как-то важнее, чем всякие там хатинги и так. Но, к счастью, сейчас со мной ничего не может случиться. То есть сюда ко мне никто не может прилететь. Так что я могу сколько угодно и в каком угодно порядке все это чинить. Но все-таки мне очень не хватает ускорения времени. Когда вот такая вот фигня, что можно бы там ускорить время в 4 раза и все быстрее починить. Окей. Все починино. Магазин как раз рядом. Отлично. Что тут есть? Бёрствый лазер один. Ммм, так себе, конечно. Лангранич сканера у меня уже есть. FTO бустер мне не нужен. Ну да. Но хотя это не очень хорошая идея. Стоп, 11 секунд, а мои хэви лазеры. 9 секунд. То есть 2 хэви лазера, они определенно лучше, чем Бёрст МК-1. Потому что быстрее стреляют, те же самые 2 выстрела, но по 2 единицы урона за выстрел. То есть единственная проблема, они 2 салота занимают, но мне все равно нечем забивать эти салоты. Я могу, конечно, его купить, прокачать себе оружие и прокачать себе еще энергию, включить его еще. Но это все равно не самая лучшая идея, наверное. Так что я просто починюсь до упора. И... Все. Окей, нет. Противокорабельная батарея. Планетарная это не самая лучшая идея, чтобы туда лететь. Ну я могу продать ракеты радиодрона кусков, но, блин, мне ни то, ни другое не нужно. Почему бы и нет? Еще один магазин. Я залечу сначала туда, потом туда и потом туда, наверное. Или даже в четвертую, если успею. Скорее всего, успею. Ну, если выживу, скорее. Правильный вопрос. Научный корабль Федерации. Пристыкован к Иланиусам. У меня нет Иланиусов. Я в прошлый раз с ними поговорил, и они мне что-то там дали. Сейчас они мне дали просто скраб. Окей, я тоже не против. Но в прошлый раз у меня был Иланиус, так что... Было эффективнее это все. Они пытаются меня подкупить. Что у них из оружия? Флаг, четырехзарядная ионка. По-моему, это ионка. Бимы и бимы. И три щита. Я не смогу их пробить нормально, так что я, пожалуй, соглашусь. Тем более, они мне топливо дают и прочих ништяков. Ага. Окей. Это нехорошо. Это нехорошо, но я могу сделать вот так и одного из них перевести на свою сторону. Пусть они друг с другом воюют. Также я открою им кислород. Ну. Я им открою не кислород конкретно, а наоборот скорее, но все равно. Я вряд ли что-то смогу сделать с этим кораблем, в принципе. Потому что у него четыре полоски щитов. И ракетница. Но я попытаюсь. Почему ты уходишь оттуда, наркоман? Наркоманы. Окей, хакинг. И огонь всех орудий по щитам. Нет, естественно, этого не хватает. Ну, я жду, пока у меня зарядится мой FTL и сваливаю отсюда. Потому что я не могу убить этот корабль. Вообще никак. Все. Нафиг. Еще один хэви лазер МК-1. Я могу его использовать. Я тогда смогу пробивать корабли с четырьмя... Ну, с тремя, по крайней мере, без проблем. С четырьмя с проблемами. Полосками щитов. У меня нет телепорта вообще. Так что это меня не подойдет. Хотя я могу купить телепорт, но у меня всего два члена экипажа. Так что это не самая лучшая идея, наверное. Ну, пусть будет четвертый хэви лазер. Топливо. Это фигня. И... Нет. Две полоски реактора. Чтобы все включить. Окей. У меня куча хэви лазеров, но... Упс. Закрыть все двери сначала и подождать, пока кислород восстановится. Была бы неплохая идея. В общем, у меня куча хэви лазеров, но при этом это не очень эффективно, потому что они одиночные. Так что щиты... Это серьезная проблема. Но я все еще жив. На удивление. Возможно, я даже до финального босса дойду такими темпами. Я определенно не смогу его убить. Но, возможно, я до него дойду. Выход. Ну и следующий сектор. Да. Я определенно до него отойду, потому что он в следующем секторе. Ну, то есть, возможно, меня по пути убьют. О, хрен с ним. Здесь топливо и денежка. Корпуса. Туда. Хакинг. Бимовый дрон. Хэви лазер МК-2. О, тебе. Он мне хакнул батарейку. Мне вообще по барабану. Но я включу майн-контроль вот таким вот способом. И... Я включу лазер. То есть, стоп. Он мне хакнул батарейку, и у меня от этого еще убавилась энергия на 2. О, и абордажный дрон. Абордажный дрон это хреново, потому что я его даже убить не могу нормально. То есть, он один на один выигрывает у Мантиса, насколько я помню. Кислород сломался. Мне нужно хакнуть его щиты. Мне нужно замайн-контролить его пилота. А, хакнуть щиты я не могу, потому что у него противодронный дрон. Ну тогда полностью огонь по щитам. Пока пилот занят. Ну, я не могу ничего сделать с этим противопехотным дроном. В принципе, ничего. То есть, у меня... Я не могу вылечить своего Мантиса. Странная колонилка. Почему она такая говно? Ну, хотя в любом случае он в нее прилетел. Так что, если бы там медотсек был, то эффект был бы таким же. Потому что он бы просто сломал медотсек своим прилетом. Ну, я труп. Без вариантов. То есть, я, конечно, все еще могу попытаться свалить. Что я сделаю? Окей, там ничего нет. Останется ли у меня этот дрон на борту? Нет. Окей. Тогда хорошо. Тогда починить двери? Но я не смогу починить вот эту пробоину. Потому что там не будет кислорода, и мне не будет хватать времени, чтобы починить ее. Поскольку лечиться я не могу. Ну и опять же, если бы даже это был медотсек, я бы все равно не мог лечиться. Ну окей, я попробую хотя бы. Возможно, я все-таки успею починить пробоину. Да. Только теперь у меня оба члена экипажа полумертвые. Хм, я могу... Я могу их сделать полностью живыми. Это не проблема. Лол. Потому что у меня есть клонилка. То есть я могу включить клонилку и сделать вот так. Он будет с меньшими скиллами, но он будет полностью живой. Хитрый план. Окей. И теперь вот так. Насколько с меньшими скиллами он будет? Вот в чем вопрос. Ты пока иди чини оружие. Немножко с меньшими скиллами. Терпимо. Почему я раньше до этого не додумался? Это могло мне помочь много раз. Ладно, хрен с ним. Это не интуитивно. Наверное, поэтому. Да, когда мне хакнули битарейку, у меня еще и две единицы энергии из моего общего реактора вырубилось. Ненависть. Наверное, правильнее будет отправить Мантиса на движки, чтобы у меня повысился шанс у ворота. Потому что сейчас у меня у ворот 20. 27. Сейчас у меня у ворот 32. То есть это заметно лучше. Ремонтная станция. Полная починка, плюс всякие там скрабы и прочая хрень. Так что я могу что-нибудь проапгрейдить. Скорее всего, самый лучший вариант это сделать вот так, чтобы у меня еще больше шанс у ворота был. Очевидно. Ну и лети ко мне, босс. Потому что он, скорее всего, ко мне полетит. Да. Привет, смерть. Хакинг. Нафиг. Плохая идея. Ага, он сразу сюда летит. Окей. Но сейчас он у меня хакнет что-нибудь еще хуже, и я просто из-за этого проиграю. Да, например, щиты. Отличная идея. Окей, мне не нужен его хатинг-дрон. Хотя я его так убить не могу. Ну все, я труп. Уже. Потому что у меня уже половина оружия вырублена, и таким образом я его просто никак не пробью. С чейн-лазером и одним хэви-лазером. Вообще никак. Окей. Я просто не могу с этим ничего сделать. Так что, наверное, самым оптимальным вариантом будет сделать вот так. И улететь отсюда нафиг. И да, клонюка уже вырублена. Или можно даже сделать не так. Можно закрыть все двери обратно. Я надеюсь, он успеет выжить. Ну или клонюку включить. И можно просто подождать, пока автоматом все кончится. Окей. Все потеряно. И какой-то он и высчет. Ну, пятое место, в принципе. Так что, хоть что-то. Ну ладно. В следующий раз я не знаю, на чем я полечу. Я совершенно не хочу летать на стаус крейсере, потому что он... Странный, скажем так. Так что, возможно, я попробую бы варианты чего-либо из этого. Или там, еще раз попробую Зоутенский, например, крейсер. Или еще что-нибудь. Что мне нужно вообще для ачивок? А здесь все выполнено. Здесь мне нужно использовать только... Только бим этот артиллерийский, чтобы уничтожить вражеский корабль. Не получая повреждений корпуса. Ну, в первых секторах это вполне можно. Особенно, если проапгрейдить движки. Не движки, а щиты, конечно же. Движки пофиг. Использовать экипаж в четырех разных специальных синих вариантах в ивентах до пятого сектора. Окей. И дойти до пятого сектора, не улучшая оружейную подсистему. Это, в принципе, тоже вполне возможно, потому что... Артиллерийский бим, он достаточно хороший, если его прокачать. Потому что это 20-секундная хрень, которая игнорит все щиты и наносит там 3-4 единицы урона вроде. Так что это вариант. Дальше у Зоутонов первый. Уничтожить корабль до того, как он пробьет мне щит. Второй. Иметь 29 энергии во всех системах одновременно. Окей. То есть это полностью проапгрейзенная энергия плюс несколько Зоутонов, скорее всего. И дойти до пятого сектора, не улучшая реактор. Вариант. Это хрень. Уничтожить корабль... На полной жизни за один Клок. То есть, за Клочица уничтожить его, пока Клок не кончился. Так что ли? Дальше. Ага. Используя Клок, избежать 9 единиц урона по корпусу. Или... Ну, не или, а и... Дойти до восьмого сектора. Не прыгая на... На бикон, где какая-то опасность, типа там, астероидного поля и прочего. В принципе, может быть, я даже попробую ставить крейсер. Он меня пугает, потому что у него вообще нет щита. Он меня очень пугает. Также у него какой-то двойной лазер и мини-бим. Так что это тоже не очень хорошо, наверное. Но разберемся. Наверное, я даже на нем полечу в следующий раз. Но это в следующий раз. А на сегодня тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока.